Привет, друзья! С вами Светлана. На этой неделе мы все вышивальщицы праздновали свой, так сказать, профессиональный праздник. Пороскева пятница, это день рукодельницы, традиционно считается день вышивальщицы. Все друг друга поздравляли, писали какие-то посты, кто-то на YouTube выпускал посвященные этому видео, трансляции. Ну, я тоже решила кое-чем с вами поделиться, а поделиться мне с вами есть чем, потому что так получилось, что в этом году у меня появилась мания. Это мания заводить секретные тайные процессы. Вот говорят, очень часто блогеров и вышивальщицы обвиняют в том, что они специально начинают много процессов, чтобы показать их потом в видео, вот эти все старты. и побольше привлечь аудиторию, возможно, это и так. Но у меня случилось наоборот. Я проекты начинала, но вам их не показывала. Причина, я не знаю, в чем причина. Возможно, мне хотелось что-то такое для себя личное иметь. Возможно, я просто знала, что начинаю только для того, чтобы немножко сбить оскомину, а потом отложить проект. И чтобы потом, как говорится, не возбуждать напрасных надежд, у зрителей они будут ждать продолжения проекта, а я просто его немножко повышевала, и он у меня ушел в режим ожидания. Возможно, из-за этого. Но таких процессов у меня накопилось несколько, и я подумала, что, ну, чем ни повод, день и вышивальщицы рассказать вам о них, и немножко скрасить вам ваши вышивальные будни, так сказать. Так что я надеюсь, вы запаслись своей вышивкой, крестиками, и сейчас поймете, о чем говорю я. Ну, я думаю, самые догадливые уже поняли, что один из этих процессов – это Dimensions, естественно, по планшеткам все понятно. Ну, и какой же? Это вот такой вот «Домой на праздники», на Рождество. Вот такой милый новогодний дизайн. Эта покупка была совершена у меня этим летом, в этом году. То есть, ну, как бы совсем свеженький набор. И я вам рассказывала, что его вскрывала, причем я его так вскрыла как-то вот достаточно варварски. Ну, и подумала, раз уж я его вскрыла, начну, тем более мне в тот момент хотелось повышевать что-то такое легкое на 14-й основе. Сам дизайн небольшой. Ну, и, естественно, хотелось каких-то ярких красок, поэтому я начала. Да, и хотелось мне еще полукреста. А полукреста в этой работе немало. Вообще, сама работа небольшая, посмотрите. Я ее даже вот очертила нитками, ограничила, но она совсем небольшая по набору 25 на 20 сантиметров. Написано 14-я основа, полукрест. По идее, ее можно легко вышить за пару недель, вот просто не напрягаясь. Ну, естественно, я же не могу вышивать одну работу, и тем более это было лето. Ой, мистер Жулик тоже тут подтверждает, уж простите, но ему тоже хочется разговаривать, когда разговариваю я. Так вот, было лето, и я подумала, ну, немножко повышевала красненьким, зелененьким, можно и отложить работу, что, собственно, я и сделала. Больше я к ней не возвращалась. Я не буду сейчас никаких обещаний давать, никаких прогнозов по этим процессам, когда я к ним вернусь, когда продолжу. Вот когда наступит вдохновение, желание острое повышевать именно их, я обязательно это сделаю. А пока что покажу вам следующий проект. А следующий проект был не менее спонтанным и просто вот не менее неожиданным даже для меня самой. Мне резко захотелось кота. Вот так бывает. Да, это дизайн МП Студии, называется Кот в снегу. Я очень люблю вышивать котов, ну, я котов, в принципе, всех люблю, обожаю, но и против этого не смогла я устоять. Но он меня постоянно смущал, знаете, чем? Меня смущал, я думаю, все знают, что это за кот, здесь будет его хвост вверх уходить. И меня как раз смущала вот эта композиция, что очень много места остается не зашитого. Конечно, это все работает на то, чтобы привлечь наше внимание к самому котику, его глазкам. Но вот эта вот пустая основа меня смущала. И мне хотелось чего-то поинтереснее. Знаю, вышивают и на равномерке, просто на белый, как вот имитирующий фон. Все бывает, но я захотела немножко поэкспериментировать. И вот у меня был такой лен в горошек, мне его дарили. Я подумала, что он будет классно подходить для этого кота. Ну, как бы имитация снега с одной стороны. С другой стороны, сам котик будет выделяться, и вот этот вот снежный сугроб, из которого он выглядывает, будет выделяться лучше. Но здесь также очень много полукреста в одно сложение. Посмотрите, вот видите, и я немножко стала волноваться о том, видно ли его или нет. Вообще у меня даже была мысль вышивать его или нет. Но все-таки я решила его вышивать, потому что его видно и заметно. Но с другой стороны, снег здесь это не главный персонаж. Главный персонаж, понятно, кто. И в принципе, все хорошо. Хорошо, вышиваю я этого котика по чуть-чуть, вот просто, вот по капельке, чисто ради удовольствия и ради эксперимента. Там, по-моему, всего 5000 крестиков во всем дизайне. И вот мне остается сделать его хвост. Там тоже не очень много. Возможно, скоро вы увидите готовую работу. Теперь уж можно показывать этого котика и в неделях. А может быть, даже я и не буду его показывать. Я дошью и сразу сделаю просто одно видео по этой работе. Я пока еще подумаю. Но вот пока у меня самая интересная уже вышилась. Я даже сделала бэк. Нитки гамма. Мне нравится ими вышивать. Они приятные, нормальные. Мне они нравятся намного больше ПНК Кирова. Классные. Крестики получаются хорошие. Это Белфаст в оригинале основа 18-го каунта. Но Белфаст, я думаю, тоже неплохо подходит. Поэтому как-то вот специально искать Эдинбург я не стала. Небольшое увеличение каунта этому котику совсем не вредит. И он получается такой забавный, загадочный, таинственный. Но обожаю, обожаю этого кота. Пока нет мыслей даже, как его оформлять. Мне просто захотелось его увидеть, а как он будет смотреться именно на этой основе. Так что не за горами. Я думаю, увидим и я, и вы, что же получится у меня в итоге. Следующий мой тайный проект. Это, в принципе, мой запланированный процесс. Король чертополоха от Савиного леса. Наборчик. Вот что у меня сейчас вышито. Это тоже был порыв. Мне очень хотелось повышевать на льне. Ален здесь сразу идет в наборе. Лен молочного цвета, Белфаст. Причем обработанный, что мне очень приятно. Я люблю обработанные основы и сама всегда обрабатываю, если такого нет. Ну и еще у меня было огромное желание повышевать нитками секционного окрашения. То есть повышевать в стиле крестик за крестиком. Когда крестик нужно закрывать сразу же. Собственно, вот вышелся у меня совсем небольшой кусочек. Вот просто, просто маленький. Посмотрите, вот это одна и та же нитка. Вот идет голубой цвет. И потом переход в зеленый. Конечно, такие переходы интересные. Но вот мне очень хотелось посмотреть. Конечно, мне еще хотелось попользоваться этим магнитом. С чертополохом. А магнит этот очень такой прочный. Прям хорошо он так все держит. Я удивилась. Вот смотрите, ножницы прям вот просто не оторвать. И вот совсем немного я повышевала, отвела душу. И все, этот проект отложила. Он тоже у меня сейчас в таких вот тайных, не показанных вам, в отложенных. Но теперь я уже буду эти проекты показывать, когда соберу все свои многочисленные процессы. А их у меня накопилось, поверьте, немало. Но это уже, конечно же, история следующего видео. А пока что продолжаем. И продолжаем, в общем-то, с того же. Это запланированный на этот год процесс. Но вот как-то он у меня не вписался в мой такой плотный график. Ну, что я говорю? Какой график? Ну, вот так получилось. Тоже вышивала я его, делала несколько подходов. Это фирма Буцилла. Набор давно снят из производства. Коттедж Ти. Чай на веранде у коттеджа. Очень красивый, нежнейший. Я его год, по-моему, назад я разобрала нитки в этом наборе. Разбор ниток это еще то удовольствие. Здесь уже не все нитки. Я часть уже перемотала на бобинки, как я люблю. Здесь равномерка вложена, 28-го каунта. Такого приятного молочного цвета. У фирмы Буцилла такая плотная, классная равномерка. Ну, не всем, может быть, она нравится. Но я очень люблю такое вот, такие плотненькие нитки переплетения. Прикольные, классные. Мне очень нравится вышивать. И тонкие нитки самой Буциллы здесь еще не ДМС, как в более современных наборах у фирмы Буцилла. А нитки их собственного покраса. Они классно ложатся по этой вот равномерке. Ну и начала я с левого верхнего угла. Традиционно для себя здесь что-то не зашивается, что-то зашивается. Есть полукрест, есть крестики. Ну и пока что вот так выглядит моя работа. Кстати, сам-то дизайн не такой уж и большой. Он будет в готовом виде 36 на 27 сантиметров. Почти на 28. Но поскольку 28 каунт, это упрощает работу. Но все вот эти приколы, связанные с дробными крестиками. Три четверть крестиков, одна четверть крестиков. Все это присутствует с избытком в этом дизайне. Схему я вам покажу. Вот посмотрите как схема. Она, конечно, тоже не очень удобно расположена. Но это не первый раз. Не первый мой набор Буциллы я вышиваю. И не первый раз такое. Часть схемы на одном листе. Часть на том же самом листе, только с обратной стороны. Ключ отдельно. За что спасибо, конечно, фирме Буцилла. Вот здесь 54 цвета. 5 блендов. Есть также ниточка крейник. И размер работы 206 на 154 стежка. Будет это если в стежках. И вот покажу я вам часть схемы со всеми этими вот с бэком. Как вот у нас пасмурно. Поэтому камера не очень хорошо фокусируется. Но сейчас я все-таки вам покажу. Все эти четверти. Вот они вот маленькие. И вот джей, допустим, идет. Это все для того, чтобы нитка бэка ложилась хорошо по рисунку. Скатерть тоже здесь. Тоже вот края видите. Очень много четвертей. Но в принципе сам дизайн не такой уж и сложный. Но естественно ему нужно посвящать время. Самое интересное это будет, конечно, букет пионов. И сам зеленый чайник. А остальное все вышивается такими спокойными, бледными оттенками. Но это тоже под настроение. Так что этот дизайн я тоже начала, как и планировала. Но просто вам не показала. Опять же не показала. Наверное потому, что начала и поняла, что мне сейчас хочется продвигать что-то другое. И чтобы вот не задавали вопросов, когда же, когда же. Все обязательно будет. Но поскольку у меня много этих всех процессов начатых. Поэтому все будет, но постепенно. Но с другой стороны это неплохо. Это и разнообразие. И всегда есть что выбрать. И с другой стороны я уже попробовала этот наборчик. У меня уже все там разобрано. Все готово. Все подготовлено. Поэтому взять и вышивать в любой момент я всегда могу. Ну а сейчас покажу вам проект, который у меня не был абсолютно нигде запланирован. На этот год я его никак не освещала. Он у меня был в планах на следующий год. Но так сложились обстоятельства, что я его начала. И вышивается он у меня очень и очень даже неплохо. Давайте смотреть. Вот она моя прелесть, моя красота. Это дизайн вышивается по схеме от набора DMC. Его номер BK942. Называется Design Setting Out. Я его называю овцы, овечки. Потому что овечки, вот сейчас вы видите на картинке, как должна выглядеть работа овечки. Здесь в центре композиции вместе с пастухом. До них я пока не добралась. А пока что у меня вышито 33% работы. И немножко истории, да, почему я его начала. Планировала я этот дизайн вышивать в следующем году. Купила перенабор схемы. Потому что сама схема в наборе очень такая... Она черно-белая и очень-очень-очень сложная. Посмотрите, как здесь расположены значки. Вот. Планировала, показала этот дизайн своей подруге. Она в него влюбилась. И так сложилось, что захотелось начать нам этой осенью. Тем более здесь изображена осень, горы. Вот такая красивая дымка между горами. Прям такая настоящая-настоящая. В самом наборе используется всего лишь 35 цветов ДМС. Вообще нет ни одного бленда, нет полукреста. Есть только крестик, бэкстич. И есть здесь дробные крестики. Их совсем немного. Они вот на домике. Вот это вот домик. Вот здесь вот я уже здесь сделала четвертинками. Потом это будет... Здесь будет проходить линия бэка. И она будет очень хорошо ложиться. И все, собственно, да, крестик, дробный крестик и бэк. Бэк будет на пастухе с овечками. А остальное-то все будут крестики. Причем вот такое заполнение. Вверху идет дизайн очень легкий. Само небо там зашиваются сплошными участками. А уже вот горы идут намного интереснее. Ну и, соответственно, здесь долина, трава, кусты осенние. И они уже очень и очень выглядят разнообразно. Палитра очень красивая. Снова слово очень. Ну, это у нас у всех любимое слово. Покажу я вам палитру. Посмотрите, какие красивые нитки. Просто бомба. Красота, красота. И я вышиваю этот проект буквально по вечерам, немножечко перед сном. Потому что у меня здесь крупная основа. Линда 27 каунта. На ней будет дизайн, хороший такой размер. У него будет 37 на 25 сантиметров. В стежках 192 на 128 стежка размер работы. Ну, а если вышивать на основе, которую рекомендует производитель, в наборе лежала 16-я Аида. Вот такого же голубого цвета. У меня это Линда от Сваигр цвет 562. И мне кажется, неплохо получается. Здесь вот небо как раз не зашивается. Вот линия. Это верхняя линия работы. Это боковая линия работы. Здесь будет еще река. Она тоже будет с такими проплешинками, не зашитыми. Как раз голубой цвет прекрасно сюда подходит. Вот такой у меня проект нарисовался. Это самый последний. И он, собственно, и завершает все мои тайные процессы, которые уже благодаря этому видео перестали быть тайными. Теперь вы знаете, что у меня еще тайно вышивалось. И эти процессы теперь я покажу уже, когда буду знакомить вас со своими начатыми проектами. Но это уже будет в конце сезона осеннего. А пока что, пока что вот эти вот, сколько у меня их получилось? 5. 5 моих тайных проектов стали явными. Такое тоже бывает у меня. Видите, когда я начинала и не делилась с вами, не показывала. Но теперь вы все про меня знаете. Пока что я больше ничего от вас не утаила. Ну и в любом случае, даже если что-то начну, все равно потом обязательно покажу вам. Ну, на этом все. Желаю вам мегавышивального вдохновения. Поздравляю с уже прошедшим днем вышивальщицы. Пусть ваши крестики всегда будут ровными, вышиваются с удовольствием. Пусть на них будет побольше времени. Обязательно будут пополняться запасы, появляться новые желания. Ну и, как всегда, мегавышивального вдохновения. Творите красоту. С вами была Светлана. До новых встреч в эфире. Пока, друзья!